В прошлом уроке мы разобрали с вами плеер, который нежелательно помещать на одну сцену с вашим каким-то проектом, а который лучше оставлять отдельно, ну допустим на каком-то FlashHTML сайте. Вот как у меня допустим есть сайт FlashHTML, сюда можно уже его было бы воткнуть, чтобы отдельная была флешка. На сцену вы помещать музыку уже умеете, а также на кнопки, это мы проходили в уроке 2.7, но сами пока создать именно плеер вы не сможете, так как там нужно знать ActionScript, и тем более что такие уроки уже есть во втором курсе, опять-таки как бы реклама второго курса получается. Здесь есть вот 16 урок, музыкальная шкатулка, потом продолжение, музыкальная шкатулка, это тоже самый плеер, потом идет слайдер музыкальному шкатулку, добавили, это увеличение, уменьшение громкости, потом добавили эквалайзер и взяли эквалайзер к шкатулке. А мы сейчас возьмем также готовый плеер из компонентов. Если открыть компоненты, здесь из мультимедиа, аудиоплееры, увидим три плеера. Они в принципе одинаковые по функциональности, единственное только разный дизайн. Возьму я средний, вот этот плеер, и давайте его разберем. Этот плеер вы уже можете спокойно поместить на сцену. Имеется ввиду, если у вас даже здесь какой-то проект, он вам не помешает, так как на самой сцене скриптов здесь не будет, только в одном клипе. Ну, менять вы все здесь уже умеете в параметрах. Единственное, что вам нужно знать, как загрузить сюда музыку. Поэтому, собственно, я и делаю этот урок, чтобы у вас не было проблем. Если мы его откроем, тут также и эквалайзер. Эквалайзер менять тоже можно. Давайте сначала мы его вскроем. Весь этот мувик. Берем все эти галочки. И посмотрим, что тут есть. Вот здесь много всего, что можно поменять. Поэтому полностью дизайн можете изменить. Так как здесь вы полностью изменить не сможете, только какие-то цвета. Вот, допустим, здесь цвета аквалайзера. Еще чего-то я сам не изменял, не пробовал. Мне это не интересно. Вы это можете сделать сами. А нам сейчас важно вот это окошко. Ну, возможно, сюда вставим свои какие-то названия песен. И вот эти два. Остальное пока нам не нужно. Итак, чтобы заиграла музыка, нам нужно вставить в это окошко название музыки вместе с расширением. Для этого я в эту папку 6.2, так как урок 6.2, вставил вот эти два файла. Точнее, один можно, второй не нужно. Я удалю его. Вот один файл. Sound24. MP3. Я его копирую. Вместе с расширением. И сюда вставляю. MP3 URL. URL, как вы знаете, это путь. Также можем назвать как-то название песен. Допустим, я напишу Crafts. Ну и здесь артиста. Я артиста не знаю, поэтому напишу просто Raphael. Теперь мы можем экспортировать в ту же папку обязательно, где у нас там музыка. Назову Audio Player 2. Это у нас второй плеер по счету, который изучаем. И вот я его, когда запущу отсюда, у меня играет сразу же музыка. чтобы сразу музыка не играла, вот здесь ставим Load on Start. Сделаем фальшь. Так лучше, чтобы пользователи интернета сами выбирали, включать им музыку или нет. Но это, конечно же, ваше дело. Можете оставить и True. Тогда музыка заиграет сразу. Но я ставлю фальшь. Loop Audio. Это означает, что по кругу будет идти музыка, либо только один раз. Вот я сделаю по кругу True. Правда, здесь немножко мне вот что не нравится. Музыка как-то не чисто переключается на начало песни. Но это вы сами в этом убедитесь. Тут надо музыку подбирать специально, чтобы она была как бы без швов, так скажем. Так, я еще раз экспортирую. И прослушаю. Теперь она у меня сразу не играет. Играет только после того, как я нажму кнопку Play. И играть будет по кругу. Вот я сейчас дождусь эти 26 секунд. Вот здесь видите, что показывается, сколько играет у меня музыка. Здесь громкость. Громкость я уменьшу, а то мне мешает говорить. И также видим здесь видно название Кравс, Рафаэль. То, что мы писали вот в этих окошках. Итак, вот музыка до конца дошла и пошла по кругу. Правда, с небольшим рывком. Эквалайзер играет, как вы понимаете, не под музыку. Это просто как бы графика для красоты. Эквалайзер можете также поменять. здесь, если мы выберем спектрум, то увидим вот в этом окошке разные виды эквалайзера. Допустим, это будет градиент, либо просто как бы полосками. Так вот не видно, я запущу. Вот такие вот полоски. здесь также есть еще один переключатель. Это голов, как бы тени. Можете их включить или выключить. Вот я, если открою с тенями по умолчанию, и при отключенных тенях видим разницу. Ну и тут еще начальное состояние громкости. На данный момент стоит 75%. Начальное состояние, если мы откроем плеер, то увидим, что он не на 100% стоит, а на 75%. Вы тоже можете изменить. И, наверное, повторюсь, что у вас вот эти файлы svf, флешка и сама музыка должны быть в корне сайта, либо в одной папке. Ну что ж, на этом я урок закончу.